Добрый день, дорогие друзья! Но всё-таки здесь поудобнее теперь, конечно, заниматься, тренироваться, это очевидно. За 50 лет клуб очень много сделал. Здесь я уже не говорю про то, что выпускники клуба завоёвывают самые престижные награды, вплоть до олимпийского золота. Такие тоже у нас есть. Но самое главное в том, что сохраняются традиции такого рядового спортивного клуба, который работает с детьми. Как это делал Антон Семёнович, неудобно так говорить про себя, но мы такими же были, маленькими сопливами бегали, носились по дворам. И в моей жизни, в моей судьбе спорт, этот клуб сыграл очень большую роль. Я уверен, что то же самое происходит с теми ребятишками, которые мы видели сегодня в спортивных залах и в тренировочном зале, и на татаме. Я хочу поблагодарить за это тех, кто продолжает это дело, тех, кто занимается с ребятами. И вообще есть необходимость и возможность даже, сказать пошире, не только тем, кто ведёт клуб турбостроителей, а вообще всем, кто занимается физической культурой, спортом, прежде всего с малышами, с детьми, помогает им привить эти навыки спортивные, помогает им поверить в себя, найти себя в жизни, отточить необходимые качества характера для того, чтобы добиваться успеха. Вам большое спасибо. Позвольте пожелать вам успехов. Ну и у меня есть приятная обязанность вручить государственные награды. Хотел сделать это в Кремле, как обычно, и положено это делать. Или можно было поручить местному большому начальству. Но всё-таки мне кажется, что за конкретную работу, вот прямо в конкретном месте, в нашем Роман-доме, это будет оправданно, вручить эти награды. Поздравляю вас. Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активно общественную деятельность, орденом Александра Невского награждён Ротенберг Борис Романович, генеральный директор Общества содействия и развития спортивных видов единоборств Отечества. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, на самом деле, это, наверное, такая награда, которая, ну, я, наверное, никогда в виде о таком и не думал, что когда-то смогу заслужить именно такую награду. Но я считаю, что награда ни одного меня, это награда всех тех людей, которые стоят за мной, и которые дали возможность себя проявить и, выступая на всех наших спортивных площадках, достигая результата, завоевывая золотые медали, чтобы звучал гимн России, чтобы всегда завоевывал этот флаг России был на самом верху. И, наверное, гораздо почётнее получить именно здесь, потому что здесь, в этом доме, в котором все, кто находится, знают, что здесь ковалось именно то внутреннее состояние, тот стержень, тот патриотизм, который нам давал именно Анатолий Семёнович Рахлян. Он нас воспитывал. Когда мы начинали, это было, если кто помнит, декабрь 121, вот Владимир Владимирович сказал, там зал был чуть больше вот этой комнаты. Потолки были низкие, можно было, когда после броска зацепить потолок, и именно в то время начиналось именно становление нас, и как вот той команды, которая сегодня в спорте многого достигает, я имею в виду, которых вёл за собой Анатолий Семёнович Рахлян. И, конечно же, вот мы не будем останавливаться. Я считаю, что это заслуга, которая даёт только возможность ещё как можно больше привлекать. И, естественно, это, как говорил Анатолий Семёнович, давал на возможность, что мы как можно больше привлекали именно детей, чтобы как можно больше детей в любых видах спорта, пусть это будет дзюдо, самбо, автоспорт, конный спорт, и другие виды спорта, где мы принимаем своё участие, чтобы именно то, что нам дали, нам дали, что мы передавали своей молодёжи, своим детям, внукам, чтобы они также прославляли нашу Россию, а это, наверное, самое главное, что есть. Спасибо огромное за такое удостоверение. Орденом почёта награждён Рахлин Михаил Анатольевич, президент клуба дзюдо «Турбостроитель». Орденом дружбы награждены Ассаина Буюти, почётный член клуба дзюдо «Турбостроитель» Япония. Ефремов Евгений Юрьевич, директор Департамента фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина. Кононов Николай Александрович, член Совета ветеранов клуба дзюдо «Турбостроитель». Степанов Валентин Николаевич, член Совета ветеранов клуба дзюдо «Турбостроитель». Холоднов Андрей Владиславович, председатель попечительского совета клуба дзюдо «Турбостроитель». Ясиновский Павел Валентинович, председатель общественного объединения Белорусской федерации дзюдо, почётный член клуба дзюдо «Турбостроитель». Медалью ордена за дослуги перед Отечеством второй степени награждены Иванова Татьяна Николаевна, тренер-преподаватель Санкт-Петербургской спортивной школы Олимпийского резерва под дзюдо имени Анатолия Рахлина. Хай Булаев Тадир Камулуддинович, спортсмен-инструктор клуба дзюдо «Турбостроитель». Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Рахлину Евгению Анатольевичу, председателю коллегии судей региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Стрелкову Всеволоду Борисовичу, заместителю директора, тренеру Санкт-Петербургской спортивной школы Олимпийского резерва под дзюдо имени Анатолия Рахлина. Почётные грамоты президента Российской Федерации награждены Станеев Евгений Александрович, тренер Санкт-Петербургского училища Олимпийского резерва номер один. Шостаков Василий Борисович, президент Межрегионального общественного фонда развития физической культуры и спорта «Самбо». Шубарев Максим Валерьевич, член Попечительского завета, клуба «Дзюдо» Еще раз поздравляю вас всех. Ветеранов поздравляю с наградами. А те, кто реально работает, поздравляю вдвойне, реально работает в спорте сегодня. И хочу выразить надежду на то, что вы и дальше будете трудиться на благо людей, которым вы служите, и на благо нашей страны. Потому что у нас есть на кого равняться, есть на что опереться, и есть люди, которые могут добиваться самых ярких побед. Но этого не произойдет, если рядом с ними не будут стоять такие люди, как вы. Вам всего самого доброго. Поздравляю вас с наградой. Аплодисменты. Спасибо. Продолжение следует...